Всем привет! Сегодня мы с вами будем делать макияж на День Святого Валентина. Честно вам признаюсь, в этом году я всю голову сломала над тем, что же вам предложить в качестве макияжа. И в итоге то, что вы сейчас видите на мне, это то, к чему я пришла, на чем я остановила свой выбор. В последнее время металлические оттенки стали безумно популярными, и я решила выполнить макияж конкретно с металлическим оттенком теней на подвижном веке. И мне кажется, что это довольно удачный вариант для макияжа на День Святого Валентина, потому что глаза очень сильно выделены, не сияют. Вполне возможно, и скорее всего так и будет, что ваш любимый человек пригласит вас куда-то на ужин, а в вечернем освещении этот макияж вообще очень красиво выглядит. И продолжайте смотреть, потому что я детально расскажу, как его делать. Первое, что я буду делать, это использовать на всем подвижном веке базу для усиления насыщенности оттенка. Сегодня я буду использовать карандаш от LYC, который создала блогер Tati, и это оттенок Impress Me. Этот карандаш безумно кремовый, и им очень легко наносить оттенок. И также этот карандаш безумно стойкий просто, поэтому макияж продержится очень долго, это 100%. И пока границы не схватились, я быстренько пройдусь по ним карандашом, вернее кистью карандашом, для того, чтобы в итоге тушевка у меня была более мягкая. Сегодня я буду использовать вот такие вот уникальные по своей текстуре тени от Colourpop. Это оттенок Lala, и это просто безумно насыщенный оттенок бронзы, потрясающе выглядит на глазах. Я думаю, вы сейчас видите, насколько это металлический оттенок. И что касается конкретно нанесения, то сейчас очень хорошо видно, что сам по себе оттенок достаточно красиво выглядит, и тоже очень насыщенный, но вот так вот он будет выглядеть с базой. То есть, насколько более сияющим и глубоким он получается с базой, я думаю, вы сейчас отлично видите. Из-за своей уникальной текстуры эти тени лучше всего набиваются пальцем. У них текстура такая полукремовая, полусухая, поэтому кисти очень плохо набирают эти тени. Самое время перейти к тушевке складки века. Изначально я возьму свою палетку LORAC PRO и буду брать из нее оттенок TAUPE. Это будет отличный транзитный оттенок между темным и светлым. Наношу немножко на подвижное веко. Топчусь на одном месте и позже начинаю затушевать именно в складке и даже выше, потому что в складке у меня будет более темный оттенок. А задача конкретно этого растушевать вот эту вот жесткую границу между металликом и кожей. Для оформления складки я буду использовать теплый оттенок теней коричневых. Я выбрала палетку LORAC PRO и оттенок SABLE. Так как бронза это тоже теплый оттенок, я решила остаться именно в семействе теплых оттенков. И что я сейчас буду делать, это просто вот так вот прикладывать по диагонали кисть по направлению к кончику виска. Вот приблизительно как-то вот так. И немножко буду опять-таки топтаться этой кистью по подвижному веку. Немножко буду топтаться по неподвижному веку. Таким образом я переношу максимальное количество пигмента сразу в самое темное место тушевки. И позже я заменю эту кисть на растушевочную, которая работала до этого. И буду все это дело растушевывать. Когда основная тушевка сделана, я точечно добавляю цвет туда, где мне хочется углубить еще оттенок. И снова за растушевку. Теперь я наношу все тот же оттенок сейбл. И буду сейчас оформлять этим оттенком нижнее веко. Не забываем соединять верхнее и нижнее веко в тушевке. Теперь мне осталось оформить только внутренний уголок глаза. Для этого я буду использовать рассыпчатый пигмент. Это пигмент от Костал Сенс, оттенок зелень. И почему я выбрала конкретно рассыпчатый пигмент? Потому что он намного более мелкодисперсный. И, честно говоря, если нанести вот в эту точку вот такие вот металлические тени, как сверху у меня на веке, то иногда это может сделать веко такого немного сморщенное. Будет казаться, что оно намного более старое. Особенно во внутреннем уголке глаза это опасно. Если у вас уже там появляются какие-то морщинки, то крайне нежелательно так делать. И этот же оттенок я оформляю вот так вот по кругу. И немножко завожу на тени на подвижном веке. И, конечно же, растушевываю. Все, я думаю, на этом этапе мы с вами можем приступать к подводке. Я ее буду наносить своим особым методом для увеличения глаз, для изменения формы глаз. Если у вас новейшее веко, вы еще не смотрели это видео, обязательно его посмотрите. Оно будет безумно для вас полезным. Я же сейчас закончу этот макияж тем, что нанесу подводку. Накрашу ресницы, наклею накладные ресницы. И покажу вам уже финальный результат. На этом макияж глаз у нас окончен. Если вы хотите посмотреть, что я использовала на остальном лице, то обязательно продолжайте смотреть. На лице у меня сегодня тональная основа от Too Faced, которая называется Born This Way. У меня это оттенок Nude. И в последних видео вы часто спрашиваете, что у меня на лице для съемки. Именно конкретно эту тональную основу всегда использую. Наверное, последние уже пару месяцев так точно. Под глазами у меня консилер от LA Girl в оттенке сегодня Classic Ivory. Брови я, как всегда, оформила двумя любимыми своими средствами для блондинок. В первую очередь это был карандаш от Faberlic. Оттенок у него 55-45. И закрепила брови, а также немножко протонировала я с помощью тонирующего геля для бровей от NYX в оттенке Blonde. На щеках я тоже придерживалась теплой гаммы и использовала бронзер от NYC в оттенке Sunny. Это довольно такой теплый бронзер, но в то же время он очень натурально выглядит на щеках. И раз уж глаза у нас настолько выделены, мне не хотелось слишком много хайлайта делать на лице. Я взяла максимально такой деликатный хайлайтер из моей коллекции. Это конкретно вот этот вот из палетки Hourglass Ambient Lighting Powder и этот Incandescent Light. Кстати говоря, этот оттенок сейчас вышел отдельным рефилом. Здесь конкретно в палетке он позиционировался как лимитный, но сейчас он вышел отдельным рефилом, именно как стробирующие пудры. Очень классный хайлайтер. Вот действительно уникальное деликатное сияние создает. Если вас интересует конкретно этот оттенок, вам нравится то, что вы видите у меня на лице, то тогда его знайте, что можно приобрести уже теперь и отдельно. Губы это тоже немаловажный атрибут макияжа на День Святого Валентина. Мне захотелось тоже сделать губы матовыми, потому что все-таки глаза сияют. И давайте в общем-то это сияние ставим именно в этой зоне. А в этой все будет очень стойким и матовым. Для того, чтобы сделать вот эту комбинацию, в первую очередь я оформила контур губ карандашом Лакорди. Это 364 оттенок. И продублировала я его жидкой помадой от LA Girl. Это оттенок у меня конкретно Fleur. Эта помада отлично подходит для такого рода мероприятий, потому что, во-первых, она очень стойкая, а во-вторых, не боится поцелуев. Если вам понравилось это видео, то, конечно же, не забудьте поставить мне палец вверх, подписывайтесь на мой канал, и тогда мы с вами увидимся в следующих моих видео. Пока! Сегодня я хочу вам показать очень быстрый вариант заправки для салата. Эта заправка отлично подойдет для любых, в принципе, салатов, как просто овощных, так и с мясом. И начну, наверное, с самого-самого интересного и любимого за последнее время, а именно о леггинсах. У них на сайте появилась целая линейка леггинсов, они там разных цветов.